В нашей жизни, в жизни каждого, любящего Тебя. Спасибо Тебе, папочка. То, что Ты во веки веков тот же. Вся слава Тебе, вся хвала только Тебе. Весь народ Божий скажет Аминь. Аллилуйя. Аминь. Всем доброе утро. И мы продолжим эту чудесную школу. Та школа, которая открывает нам духовный мир. Открывает нам духовное понимание всего того, что происходит для каждого из нас. И я молюсь, чтобы сегодня больше было откровений, сегодня было больше понимания. понимание во имя Иисуса. Аллилуйя. Меня слышно, дорогие? Отлично. Интернет такой интересный. Мы находимся, где Ладыкийская церковь. И что-то то связь, то электроэнергия. Так что, если что, пишите, стучите, звоните, ищите. Хорошо. Итак, мы рассматриваем духовный мир. И что же такое то, что находится как завеса? Это духовный мир, когда мы находимся в физическом мире. Но представьте, Бог, Он нам дал власть и видеть физический мир, но также и осязать, чувствовать, видеть, слышать духовный мир. То есть, Бог нам дал такую концепцию самого себя, поместив в нас. И мы рассматриваем вот эти желания. Желания, которые приходят к нам. Смотрите, если мы не мечтаем, то есть мечтание – это есть желание, то тогда мы не имеем надежду. А если нет надежды, тогда вера, она не двигается. И первое всегда – это и есть наше желание. То, что мы желаем, то, что мы мечтаем, то, что мы на самом деле хотим намного больше. Почему мы хотим больше? Потому что у нас задействован и физический, и духовный мир. Вот в чем дело. А духовный мир – это значит в тебя вложено все. Понимаете? В тебя вложено все. Все то, что Бог уже дал тебе. Все то, что уже сотворено для тебя. И, соответственно, единственное, что тебе нужно – это мечтать. Мечтать глазами Бога. Мы научились мечтать физически, но теперь Бог открывает нам духовный мир для того, чтобы мы имели желание. Для того, чтобы мы имели уже желание духовного мира. И вот это желание, оно производит надежду. А надежда плюс молитва – это вера. Почему написано, что имейте веру Божию, то есть веру самого Бога. Халлалюя. Другими словами, то, что Бог вложил в нас. То, что соедино в нас. Халлалюя. Изначально оно есть у нас. И вот это дьявол, он разделил для того, чтобы мы находились только в физическом мире и не познавали духовный мир. Но Иисус, он пришел и восстановил нас, чтобы мы находились во всех измерениях, измерения физического и духовного мира. И вот через желание, оно приходит надежда. А надежда плюс вера, плюс молитва – это вера. И уже вера, она имеет силу. И это сила и способность вот этого, знаете, можно сказать, силового поля. Они зависят от нашего духа и сознания любви. И люди, которые думают, что они могли бы использовать это мощное силовое поле, когда их сердце, оно неправо, и когда их мысли неправедны, вот тогда они обманывают себя. Поймите, на самом деле, эта религия, она напугала многих людей. Грех, смерть, ты пойдешь в ад. Твоя жизнь, она проклята. Но, по идее, все намного проще. Потому что Бог, он не такой сложный. Это есть тот, который усложнил все для того, чтобы мы не видели духовный мир. И вот здесь вот оно и происходит то, что вот эти... Но мы говорили, что грех – это неправильное решение. Грех – это неправильные мысли. Грех – это неправильное желание, понимаете? И эти мысли, они, они, они наши мысли. А есть в нас Его мысли. И когда мы в Иисусе Христе, соответственно, Бог, Он больше и больше научает нас, чтобы мы притягивали это мощное, как, можно сказать, силовое поле силы Духа Святого. Силы Духа Святого, сопровождающие девятью дарами Духа Святого. То есть это неограниченная способность и сила влияния в духовном мире, который Бог тебе поставил. Для того, чтобы ты, если когда мыслишь, имеешь желание самого Бога, оно будет в Духовном мире иметь огромное силовое влияние. А если ты на самом деле, как говорится, обманываешь себя, то есть, ну, я, я сто процентов знаю, что некоторые ваши мысли, желания, они не исполнились. Многие приткнулись, многие огорчились и обиделися. А в принципе всего лишь то, что ну, представьте, вот сейчас у меня внучок здесь с нами, у него столько много желаний. Ну, только слышишь от мамы с папой и от дедушки с бабушкой, нельзя, не лезь. А он бы все перевернул, тут и в отеле перевернул, и везде его все. О чем это, как говорится, его желания, они есть у него желания, но они неправильные. И тогда нету силы, а наоборот есть, как бы, постоянное, можно сказать, наказание. И ребенок, если бы он маленько здравия будет, скажет, что вы мне все наказываете, наказываете. Это нельзя, то нельзя. придет время, подрастешь, поймешь. Тогда тебе это можно. Но есть, смотрите, многие люди, которые, которые, они уже взрослые, но поступают, как дети. И ты с ним общаешься, они как это, дети плачутся. Ой, этого нет, этого нет, этого нет. Пойми, но ты можешь хоть всю жизнь плакаться, ты не шевельнешь в духовный мир. Там не образуется сила, силовой поток. И никто не любит, никто не понимает. Да слава Богу, что тебя никто не любит. Это тебе Бог любит, он сказал. Этот раз, когда были вот эти семинары, делали школу там в Киргизии, опять я задал вопрос, что, а кто-то это переведен во взросление. Знаете, что есть у евреев бармитсва? В 13 лет мальчика переводят. Переводят во взросление, чтобы он взрос, чтобы уже детские мысли, они если он ребеночек еще был. И в основном, я вам скажу, никто не переведен. У нас нету язычников такого. Хотя в некоторых религии есть. Потому что Айбек потом начал говорить, говорит, интересно, а Бог ему показал другое, то, что его пастор ему он подарил кольцо. И он говорит, это символ взросления власти. Но он поступил как блудный сын, помните, когда он вернулся и отец ему кольцо дал. и это как символ взросления. Такой-то пророческий шаг, понимаете, еще раз интересно. Они получили откровение в этом народе такое, что когда дарят кольцо, понимаешь, что не для красоты, а это символ власти. Тут что-то помазание пришло. Он живет. Именно символ власти, понимаете. То, что отец уже, он дал это кольцо, это как власть. Потому что сын пришел в себя. Но у евреев как бы, почему они делают бармицу? Потому что Бог сказал так делать. мне, например, нравится, не то, что-то придумывает, но есть пророческие вещи и символы, я не против этого всего. Но мне нравится то, что говорит Бог. И когда я был в Израиле, мне я даже не знал об этом. Но раввин, который молился за меня, он по-русски говорил. И он говорит, дети твои прошли бармицу и ты. нет, он говорит, ты должен привезти детей. Я говорю, у меня 7 классов. Я младшего не могу еще как-то время, не знаю, уже ему ребенку 16 лет, но я сейчас только граница откроется с Израилем, я буду в Израиле. Ради него, для того, чтобы перевезти его. Потому что я смотрю, он завис. понимаете, наши дети мы иногда зависшие. Почему? Потому что никто не переводил. Мы поступаем и наши желания детские вот в чем дело. Понимаете, нету перевода, нету перехода, нету этого. А дьявол то видит это в духовном мире, что пацаненок то ему 60 лет, а он все еще пацаненок. И соответственно он смеется да и все, потому что он орет, кричит, ну и орите там. А есть вещи, чтобы прийти с себя, чтобы повзрослее. Поймите, когда мы дети, у нас и желания детские. И почему мы капризничаем там, это плохо, то плохо, концетку не дали. Детский сад. Люди, которые, слушайте, почему-то они думают, что церковь для них. Ты для церкви, а не церковь для тебя. Поменяй приоритет. И когда ты взрослеешь, ты понимаешь, что ты в теле Христа, а не тело в тебе. Это очень значимая тема, поймите, потому что многие в духовном мире, они кричат, они чего-то делают. Но вот это силовое поле, оно, слушайте, оно не использовано. И хороший пример это Деяние апостола. Тогда, когда бесы, они сказали в открытую Павла знаем, Иисуса знаем, ты кто такой пришел, Татарев? Мало того, что одно дело, что они другое они его разделили договор, да еще и там некоторые функции позорные сделали. Почему? Потому что вот нету власти силового поля в духовном мире. И эти желания, они желания детей, детские желания. Вот у меня было бы все хорошо, родственники спаслись, дети бы это, 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 это. Слышишь, но это нормальный принцип, но есть цель намного выше. Я помню, один человек говорил, что ты молишься за деньги, за семью, это все потребительство. Ты молишься за дом, ты молишься за машину, это все потребительство, это не цель, это не твое предназначение. Твое предназначение, желание, оно должно быть всегда выше. Невозможное такое. Тогда придет сила от Бога. Или как мы сейчас говорим, что придет мощное силовое поле, которое будет вокруг тебя. Я тебе скажу, иногда даже ангелы понимают, что это детский сад. Ну, представьте, например, ну, опять же, моего внучка. Мы здесь четверо как ангел, а нужны ему в духовном мире ангелы-то. Нужны ли они в духовном мире ангелы-то, Левчику, который показывали, пошли на завтрак. У него два ангела, мама с папой. Он, бабушка, собирается. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Они будут не востребованы, даже если они у Левчика. Представьте, у меня внук Лев из колена Иудина, из колена Судакова. И даже если у него будут какие-то желания, но силового поля оно не будет, оно будет ты что, послали что меня, что ли? Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Что вот эти они желания, пойми, есть мечтание, желание и вера, она для того, чтобы что-то потрясающее, великое, а есть желание детского сада. И у таких людей одни и те же молитвы. У них ничего не меняется, потому что они зависли. Понимаешь, зависли. В каком-то году зависли. Кто-то где-то обиделся, разочаровался, понимаете, машинку не дали, песочнице не дали поиграть. Потом он еще говорит, я Бога слышу, не слушаю, а зачем тебе говорить, если как машинку детскую водить, или что? Не обманывайте себя, никакой силы от этого не исходит. И все упражнения, они будут бесполезны. Но с другой стороны, когда оно отшляется человеком, который обманывается Богу, он будет иметь огромное силовое поле и обладает мощью. Смотрите, экстрасенсы то поняли давно, колдуны поняли, что есть силовое поле, но не Бога, а силовое поле дьявола, и они исполняют его желания, они исполняют его волю, и они это делают все в страхе. Они боятся, потому что знают, что хозяин их покарает. И вот с этими желаниями мы пришли к Богу, и то же самое из страха начали служить Богу. Злые духи, которые пытаются пройти сквозь это силовое поле, они испытывают боль. Но силовое поле другим словом, то, что это слава Божия, слышите, это огонь. Они не могут пройти это через вот эту защиту и охрану. Той славы, которая на тебе. Ему нужно что сделать? Ему нужно твою славу зажечь. понимаешь, ему нужно, чтобы ты начал звездиться сам, светиться сам. Тогда он будет уже, сможет пройти твою защиту. Мы говорили, что вот эти первые церкви, где мы сейчас находимся, Ладыкийская церковь, это церковь, где Бог ничего хорошего не сказал. Он для этой церкви ничего хорошего не сказал. Он эту церковь только и укорял. Когда мы прочитали, мы так были удивлены. удивлены тем, что он пришел и говорил только ради мы откроем, чтобы почитать. И первая у эфесская церковь, давайте откроем, ладыкийская. Это, по-моему, четвертая глава. Да, четвертая глава, четырнадцатый стих Откровения. К ангелу ладыкийской церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верной истины. Начало создания Божия. О, он есть альфа и омега, начало и конец. И тут он начинает и говорит, пятнадцатый стих, знаю твои дела, ты не холоден и горячий. О, если бы ты был холоден или горячий, но как ты теплый, а не горячий, а не холоден, то известно тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужду, а не знаю, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советуйте купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду. Слышишь, здесь говорится о славе Божьей. Огнем очищенное. Вот это есть как бы силовое поле. Вот это есть слава. Вот советую тебе вот это золото, вот это, чтобы это огонь был, белую одежду. То есть тогда ты будешь принимать правильные решения, твои желания будут правильными. А так ты совершенно в другом ходишь. Белую одежду, одеться, чтобы не видна была срама та ноготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. И он 19. Кого я люблю, тех обличая, наказывай. И так будь ревностен и покайся. Сейчас стою у двери, стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. И он со мной. Побеждающему дать сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо дослышал, что Дух говорит в церкви. Смотрите, он ничего хорошего не сказал. Даже слышишь, у тебя срамота, у тебя слышишь, ты жалок, несчастен, нищ, слеп, на. То есть, ну, ты церковь, как бы, можно сказать, морально уничтожил. Представьте, если бы Ангел пришел в нашу церковь и такое сказал. По идее, он говорит о том, что кого люблю, тех обличаю, наказываю. То есть, другим словом, обличаю, наказываю, наказываю, это накаждаю. Я показываю то, что где, почему в твоей жизни нету света, нету огня, нету желания моего сердца, говорит, понимаешь, желания моего сердца, а не твоего сердца. И тогда нету вот этого силового поля, вот этого огня, вот этой защиты. мне 25 лет назад один пророк сказал, что твое служение будет всегда в огне. И этот огонь, он будет, когда ты будешь двигаться, он будет идти. Я так слушал, думаю, какой огонь, где я и огонь. я вообще ничего не понимал об этом. И первое проявление этого было, это я помню в Сургуте, когда за девочку молились, и она говорит, пастор говорит, я тебя не видел, я видел огонь, который двинулся на меня, и он меня обжег. Иногда молишься за людей, просто призываешь огонь. А когда ты призываешь огонь, слышишь, тогда духовные силы, тюмы, они убегают, потому что они ненавидят. Они ненавидят эту славу, огонь. Почему ненавидят? Потому что дьявол был в этой славе. Эти все ангелы, падшие, они были в этой славе, они знают, что такое. Именно неправильное решение, именно падение, оно дает воспоминания о том, что было на небесах. Но они теперь не могут ходить в этой славе. И соответственно, если в твоей жизни есть тоже какие-то обличения или наказ, это всего лишь то, что мало света, в твоей жизни. Значит, у тебя есть какие-то неправильные решения, ну или по-русски грех. Я не могу избавиться от того-то. Я не могу избавиться от того-то. Дорогой мой, тогда у тебя в духовном мире, слышишь, силовое поле не расширяется. Тогда у тебя нету желания Бога, и ты находишься, понимаешь, ты находишься в войне со своим желанием каким-то, со своим желанием. И Бог, пока Он не высвободит место для своего присутствия, пока ты не дашь это место для Его присутствия, ты будешь жить своими желаниями. И пойми, сейчас, в последнее время, то, что Бог вообще никуда не торопится, у Него есть, знаешь, сколько сыновей, которые безумные ради Христа, в любом вопросе, финансовом движении или еще что-то, которые не берут себе славу. Поймите, когда мы начинаем обижаться или там начинаем быть недовольными, тем самым мы не берем Его славу, то есть, в духовном мире нет вот этой силы. Оно постоянное то у нас будет, потому что это, как Павел говорит, что она война идет, понимаешь, она в разуме в война идет. Я не говорю, что еще наяву идет, но еще и в разуме идет. Интересно, я тебе не рассказал, пока здесь ванну принимал. но ночью, представим, бабка пришла. И говорит, ну и что, как это? Говорит, я у тебя деньги постоянно, видел, как в этом грибу? Я говорю, ну и что, перестала грибить? ягоды разрушаю, семью твою, я говорю, ну что, перестала разрыть? Знаешь, она такая злая стала. Я говорю, у меня ногу сила, да ногу сила за ногу, прикинь. Сейчас сижу, болит нога. Ну мы же здесь видели в Венето. Понимаешь, здесь посвященное место. И главное, бабка пришла, прикинь. И мне, пыталась меня завести, понимаешь, что делать. С деньгами завести, с болезнями, еще что-то. Ничего не могла сделать. Я скачу уже с этой, укусила за ногу, слышно. За икру прям укусила. Я человеку, что-то ногу слила. А потом я понимаю, реально укусила. О чем это говорится? Слышно, у нее нету силы, только кусается. Мы вчера ездили, думаю, поменять отель, здесь ездили, другие смотрели отели. Нет, вот опять этот Оскар. Как он переводится, Оскар? Не помнишь? И мы рассказывали, то, что один раз мы приехали сюда, и понять не могли, тут куча вот этих бабок было. Оказывается, было слет ведьм, здесь представьте, в этом Оскаре. То есть у нее здесь шаббат, шабаш был. Есть шаббат, а есть шабаш. Так вот они были на шабаше. Смотри, мы опять приехали на шаббат сюда, да? Халлелуя. И раньше здесь были ужины, да? Сейчас ужины убрали, то есть дело в такой степени боится, чтобы мы даже не вечеряли, да? А мы по-другому сегодня, какая разница вечерять. О, Господь, спасибо тебе. Халлелуя. И это называется, то, что сфера, понимаете, желание приходит от Бога, ты отвечаешь, это спание, оно приходит, мечтание, мечта, плюс молитва, это вера. Мы вчера показывали, кто-то видели, мы ехали, мы никогда в Турции снега не видели, там на горе. А тут ехали и кругом снег. И сейчас, сегодня у нас здесь было, сколько, минус шесть было здесь. Сейчас минус два, нет, сейчас плюс два уже. Халлелуя. Днем будет девять. Но так интересно, я понимаю, что вам в России-то вообще там снег, это не диковинка, а здесь так интересно, ты едешь. Слава Богу, что опять Бога слушали, он дал желание, мы слушали его, когда ехать, если мы поехали на день, на день раньше бы, то мы попали бы в этот снег. Мы попали бы в этот снег и соответственно была проблема, потому что у нас резина-то летняя. А у Бога все усмотрено. Он дал желание, мы сказали да. И движуха началась в духовном мире. Плюс пришла надежда, а надежда плюс молитва, то есть ты начинаешь молиться, искать Бога. тогда уже действует вера. А без веры угодить Богу невозможно. Итак, когда человек входит в дом и благословляет дом, смотрите, это силовое поле мира и силы может прийти на этот дом. то есть о чем это говорится, ты еще и носитель славы Божьей. Представьте, где это написано, можете почитать, открывай Матвей, 10 глава. Евангелие от Матвея, 10 глава. 13 стиха. Смотри, а нет, раньше, а вот, 11. В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому всему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, а если же будет, а если не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Халлелуйя. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. И истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели к городу тому. Это он говорил ученикам. Ученики, которые прошли библейскую школу, ученики, которые были готовы пройти на практику в силе Духа Святого. Это с первого стиха говорит, и призвав 12 учеников. Понимаешь, учеников призвал. Не детский сад набрал, а он учеников призвал. Я всегда искренен, я всегда честен перед вами. И на самом деле Иисус не послал, он только послал 12, он не послал те 150 или все, которые были там, которые пришли на евангелизацию, можно сказать, на конференцию, где они пришли с проблемами, чтобы послушать Иисуса. И потом он говорит, так говорю, идите. Нет. Смотрите, он 12 учеников только послал и дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Я понимаю, что было проявление многих вещей, которые, знаете, и мы вчера тоже общались и разговаривали потом с сыном, с невесткой. И когда мы пришли в церковь, такой огонь был, желание всего, там горы хотели свернуть. А потом что-то раз так припотухло оно. Почему? Потому что приходит процесс, процесс уже научения. И вот смотрите, второй стих написано, 12 же апостолов имена сути. Это Симон, называем Петром, Андрей, брат его, Яков, Завидеев, Иоанн, брат его, Филипп, Варфоломеев, Фома и Матвей, Мытарь, Яков, Алсеев и Левей, призваны Фадеем, Симон, Канаит и Иудовский Ревод, который и предал его, чьи 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря, на путь к язычникам не ходите в город Самарянский не входите, а наипаче идите к погибшим овцам дома Израиля. Знаете, Иисус здесь учил о власти, и он учил вот этом силовом поле, он учил об этой славе, чтобы в славе ходить, а слава это послушание и смирение прежде всего. Дорогие мои, прежде всего смирение и послушание. Представьте, он им сказал не ходите, они взяли бы и пошли. Сказали, да ну его этого Иисуса надоело уже. Что хотим, то и делаем. Сказал, чтобы изгонять, пойдем изгонять, сказал, чтобы это, ну и будем делать во имя Иисуса. не понимаете, силовое поле и власть в духовном мире, оно идет о смирении и послушании, в первую очередь. Почему бесы сказали, говорят, Павла знаем, Иисуса знаем, они знают, потому что они обожглись об них. Ты, кто такой, даже понять не можем, и огня нет. я помню, когда вспомнил, когда сын сатаны, он говорит, самая низшая власть дьявола, это когда сидят по берушке. И он там описывает, что они имеют одежду, чтобы человека разжалобить. А когда человек душевный и когда он разжалобленный, тогда нету огня и нету славы. И он говорит, когда я первый раз, говорит, я пошел, чтобы побираться, моя цель, говорит, была не то, что там расслабить и разжалобить, а я видел духовный мир. Я видел, говорит, что шли христиане, которые, они такие душевные, понимаете, то есть на них нету огня. Я с удовольствием принимал эти финансы. Я с удовольствием брал эти деньги. Почему? Потому что эти деньги, которые он потом собирал, он приносил к престолу сатане. И те люди, которые были тепленькие, давали пожалуйста, поймите, почему. Слушайте, я не против. Это супер, когда есть определенные социальные программы, центра, то, что это есть помощь. Это фантастика. Но поймите, это не цель жизни. Что многие, они сосредоточены на том, чтобы помогать, 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 помогать. Делами мы не оправдаемся. Я как-то рассказывал, что здесь ко мне подходил один турок, и он набожный, его семья вся набожная. И его там родственник где-то там и один в правительстве, другой там где-то там имам или кем он, не знаю, в высших чинах. Но он мне задал вопрос, говорит, так мы не спасены что ли? То есть у него понимаете, у него понимание пришло, что есть разные вещи. Но мы столько делаем, помогаем, строим мечети, выдаем одежду. Я говорю, здесь суть-то другая. Ты пытаешься оправдаться делами, но в духовном мире у тебя нет власти. И ты не спасен. Он говорит, я понял, А как же спасение? Я говорю, ну вы же ждете Иисуса. Через него есть спасение и власть духовного мира, слышите? Вот что еще самое главное. И об этом многие церкви, об этом многие умалчивают, потому что выгоднее заниматься добрыми делами, ребята. особенно когда тебе потом напишут в газете и скажут какой-то фон там то-то-то-то-то-то-то-то-то. Я еще раз говорю, я не против добрых дел, я не против помогать, это классно, это само собой, чтобы видеть и протянуть руку помощи. но мы говорим о силовом поле, мы говорим о власти духовного мира, мы говорим о том, что происходит в духе. Поймите, можно церковь иметь десять тысяч, но туда Бог никогда не приходил. Можно иметь кучу эфиров, можно иметь кучу всего, но это для славы человеческой. Я для себя даже, ребята, я для себя даже увидел, что там, где не течет, меня нету. А смысл, там, я не имею силового поля, я не имею духовного влияния. Просто для славы своей, или пару копеек перекинуть, что ли. Кто-то чего-то это, а деньги это вообще, они иногда так это балуют. Почему? Потому что мы уже становимся тепленькие, вот чем дело балов. И вот этот вот, который собирал или сын дьявола, или сын, не помнишь его, или колдун свидетельства, но я не помню точно. И он говорит, я вижу, когда мы знаем верующего в духовном мире, и самое классное, когда он тепленький, и он дает, так милости не дает, и не знает, что его деньги, они пойдут в престол сатаны, потому что все потом они приносят, это в духовном и физическом дьявол приносят. Это есть, чтобы тебя, чтобы ты по слову не поступал, вот в чем дело. Тебе каждый раз нужно получать слово. Я уже говорил вам, что я не даю попрошайкам, чтобы он пошел хлеба купил или накормить. Писание говорит, что мы даем в нужду. И Бог, будучи верен, он восполнит мои нужды. И это огонь, это обжигает. я видел даже иногда, мы подъезжаем, у меня всегда там лиры лежат, и когда я даю, некоторые убегают, потому что они жгут. Мои денежки освящены десятиной, слышишь? Библия говорит, что это десятина, что это святыня Господня. Понимаешь, что в духовном мире это происходит? Когда ты освящаешь, когда ты слышишь, ты имеешь вот эту силовую духовную силу, именно это силовое поле, оно сокрушает вражеские силы, дорогой мой, под властью и авторитетом божьей воры. Давай мы посмотрим еще римлянам 16. Павел пишет римлянам послание к римлянам 16 главе это последняя глава римлян и 16 20 Смотрите, Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. О, люя. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Сатану Иисуса Бог же Он сокрушит сатану. Мы входим в Его славе. Мы имеем это силовое поле или эту силу. Почему написано, что рожденный свыше грешить не может? Почему он не может грешить? Да ему не надо это неправильное решение, чтобы не потерять славу, чтобы не потерять это силовое поле, которое вокруг него ангелы все. Поймите, даже сегодня, если ты в служении, возле тебя там слышишь много, они могут бездействовать, и мы в последнее время об этом и говорим, что они будут годами за тебя ходить, за тобой, и ничего не будет происходить, пока ты не затеешь то желание самого Бога, а не то, что там по щучьему велению по моему хотению. Именно эта сила нас окрушает, понимаешь, вражескую силу. Это силовое поле создается не только нами самими, но и благодаря присутствию ангелов Божьих, которые расположены вокруг тебя. Подтверждение? Пожалуйста, Псалом 34. Иногда люди говорят, а где это в Библии написано? Давай почитаем, где это в Библии написано. Иногда мне вот это вот тоже законники, а где это в Библии написано? А где это это? Если ты реально знаешь, что он Библию знает, а никогда не переживал Духа Божьего, никогда не знает, потому что именно не Логос, а Рема, оно зажигает. Псалом 34.7 Ибо они без вины закрыли для меня сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная извиняюсь, шестой стих. Да будет путь их темен и сколь и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины сокрыли для меня яму сеть свою, без вины выкопали. Ну, смотрите, ангел Господень будет преследовать. Вообще фантастика. Не ты, а. Ну, тут дальше и дальше Давид, он пишет там об этих вещах, то, что он проходил тоже долины смертной тени. И его молитва такая тоже она. Но 24 стих он суди меня по правде твоей, Господи Боже мой. И да они торжествуют, они надо мной, да они говорят сердце своем хорошо по душе нашей. Они говорят, мы поглотили его, да посрамятся и так, 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 потерял. 26 стих, да постыдятся и посрамятся все, радующие моему несчастью, да облекутся стыд и позор, величащие надо мною, да радуются веселяться желающие правоты мои, и говорят непрестанно, да возвеличится Господь желающий мир рабу своему. Слышь, он это говорил о духовном мире, не о людях. Он говорил то, понимаешь, радость перед Господом и сила, но посрамятся в духовном мире те силы, которые восстали, и от присутствия ангелов оно дает силовое поле. Следующая темочка интересная это мысль и характер. Мысль и характер. Смотрите, человек сохраняет точно такой же характер в духовном мире, каком он был и физическом. Вот в чем дело. То есть, когда мы приходим к Богу, у нас в духовном мире становится такой же характер. Потому что мы по-другому не умеем. И те, кто не верит в духовное существование из-за своего материалистического ума, и те, кто умирает внезапно, не будучи готовыми к духовному миру, часто пребывают в сноподобном оцеплении, обнаруживают, что они все еще живы, о чем это говорится, то, что когда ты принимаешь Иисуса Христа, пойми, у тебя характер, который сформирован, он находится на физическом воспитании и понимании твоего желания, твоего движения. и что первое Бог начинает делать, он формирует твой характер. И когда ты дозволяешь ему быть господином твоей жизни, тогда его становится больше, а тебя становится меньше. Что это такое? Ты чувствовал что-то? Нет? Ты сидел землетрясение, подпрыгнул. Аллелуя. Беса двигает кресло. То есть формирует характер. Хороший пример это Израиль, когда он вышел из пустыни. Почему они 40 лет ходили? Потому что это было формирование характера. Они не могли физически, которые были воспитаны на нищете, на рабстве, они могли быть победителями, дорогие мои. Также и здесь, когда мы приходим к Богу, у нас сразу не происходит определенное влияние победы. Потому что вот это старый, или как Павел говорит, ветхий человек, да? Он господствует над внутренним духовным человечеком. Иоанн говорит, духа должно быть больше. происходит формирование твоего характера водительства водительством духом Божьим. и во многом мы какую-то ситуацию, которая приходит, мы поступаем так, как мы поступали раньше. из-за того, что у нас сформирован характер прежнего ветхого человека. И потом раз и происходит конфронтация. Иногда в семье, иногда с детьми или с финансами. То есть там, где больше сегодня у тебя происходит вот эта конфронтация, это происходит конфронтация твоего духовного и ветхого. Понимаешь? Творего духовного и ветхого. И здесь тебе просто нужно довериться Богу, чтобы Бога стало больше. Вот здесь и происходит какая-то война внутри. У некоторых она может происходить годами. Пока духа не станет больше, пока твой характер не поменять. Я видел такие люди, они по 20-30 лет церкви, и они иногда говорят, ну вот я такой, какой хочешь, терпи меня таким. Мне то что терпеть, тебе жить, а не мне. И ты смотришь на него, но это детский сад, который остался с физическим характером. Он не допустил, он не дал, чтобы Бога стало больше. Я помню, когда мы пришли к Богу, я вам скажу, не то, что там, ну ладно, я не пил, курить махом Бог убрал, потому что это было мое желание. Это мое желание было. Мое желание было, чтобы Бога было больше. я уничтожил. Сначала я раздавал иконы, потом он говорит, а что ты раздаешь? Опиум для народа. Я уничтожил. Я вам скажу, мы сжигали книги, которые у меня были экстра колдунов или еще. У нас балкон чуть не разрушился. Мне ума хватило на балконе сжигать. Не чтобы на дачу вести иконы. Ну как же, я послушный, мне быстрее надо на сеть. У меня была, знаете, какая большая библиотека кассет всяких фильмов. У нас было два видеомагнитофона, столько кассет было. Где бы не было, там я в Китае или Польше или в России или там еще где-то. Раньше же не было этих флешек там раз. А нужно было мешок кассет вести. если я принял решение идти за Богом, значит, нужно все это ветхое убрать из дома. И началась у людей некоторая конфронтация, то, что а что тогда иконы убрать, а что там то-то, то-то, то-то. Здесь определись, что тебе надо, что ты хочешь. что-то. Но если тебе эта икона, она тебе не впаривает там или еще что-то, но висит она, как картина, но и висит. Но если ты поклоняешься ей, это другой такой момент. Потому что икона это оттиск, это фотография. А она посвящена Николаем Светильным. Да это то, это то. О, уже пошло. Уже физическое пошло, понимаешь? То есть я хочу, чтобы ты сегодня посмотрел, где у тебя физическое, тогда духовное не растет. Я не могу еще это. У меня еще это не получается. У тебя нет. Ты не сможешь. А в Боге все возможно. И Библия говорит, что все возможно верующим. все возможно. И многие люди, смотрите, большинство видят только тьму. Почему? Потому что их духовные глаза и чувства еще не развиты. И находятся в полусознательном состоянии бытия. И вот через это злые духи, они смотрите, они притягиваются. Потому что ты вроде бы покаялся. Я знаете, пример такой в церкви делал. То, что иногда мы стоим как бы в проеме дверей. Дверь открыта, вроде идти за Богом, но как бы другой ты разворачиваешься и там друзьям. Подождите, если что, я еще вернусь. То есть, если ты пошел, так ты своих друзей меняй. Окружение меняет тебе. То есть, кто твой Бог-то? Друзья старые. Почему, например, в центре даже, если он пришел на реабилитацию, старается подальше отправить? Чтобы он подальше уехал? Чтобы не напоминал это все? Я один раз приехал в свой город, и слушайте, меня так поперло воспоминаний. И там то-то, это и это было. Я шлюни потекли, хорошего. Я даже плохую заботу что-то там было. Потому что все такое классное. ты разберись, может быть тебе оставить это место? Когда мы поехали в первую церковь, я тебе скажу, мы все оставили, мы мост взорвали, чтобы обратной дороги не было. И постоянно приходит новое только тогда, когда ты оставляешь старое. Павел говорит, что забывая прошлое, мы простираемся вперед. прошлое что? Вот это понимаешь, что твой есть физический характер. Это твой ветхий человек, с которым ты не можешь расстаться. Это не для меня. У меня не получится. Да тебе нравится жить в том, в некоторых даже есть комфорт плохим. Ему нравится так жить. Ему нравится находиться в этом. нет. А мы при чем? Маленько же можно согрешить, да вообще можно мизерно согрешить. Но тем самым огня-то не будет хоть как-то делать, слышишь? А в духовном мире у тебя власти-то йог, по-турецки нет. и получается там йог, и там йог, и ничего нет. Поймите, это духовный мир. И ты, слышишь, ты определись, что ты хочешь. А то ты хочешь и там дружить, и с тем дружить. Даже многие люди, слушайте, невозможно, поймите, нужно определиться. Я реально увидел, потому что когда ты бегаешь, бегаешь по церквям, бегаешь по теологам, бегаешь по пасторам, пойми, у тебя характер-то не формируется, ты пытаешься чье-то перенять. Ты определись. Потому что есть разные учения, есть разные вещи. Я последнее время так, мне интересно, то, что на самом деле мы научены чему-то и доказываем это. А если Бог поменяет что-то? И видно, что человек, слава ему нужна, ему нужно жить в этом физическом его состоянии, характера, или же этот человек желает Бога, и чтобы огонь Духа Святого, и чтобы эта слава натекла. Аллилуйя. Хорошо. Я думаю, многие получили откровение, потому что вода текла. И слава Богу, что ты открываешь свое сердце для Бога, чтобы Бога было больше. Поймите, есть физический и духовный мир. Это определить, что тебе надо. Я еще раз говорю, я понимаю, у тебя много учений, много всего, но к чему тебя эти учения привели. Есть это движение в Духе Святом, посмотри, по плодам их узнаешь, посмотри, слышишь, у тебя плоды Духа или плоть. Хранишь ли ты себя, хранишь ли ты для того, чтобы двигаться, двигаться в Духе Божьем или продолжать быть и там, и там. Господь, я благодарю тебе, славлю, спасибо тебе за каждого. Я верю, что сегодня это был ключевой момент для многих людей, где познали, где пришло понимание той силы и той мощи во Иисусе Христе. Спасибо тебе, Отец, Сын и Дух Святой, что ты наполняешь нас своей славой. И мы жаждаем, чтобы было больше тебя и меньше нашего характера, меньше нас. Мы хотим иметь характер Христов. Бабочка, спасибо тебе. О, слава тебе. Вся слава тебе, вся хвала только тебе. И весь народ Боже скажет Аминь. Хорошо, пусть Бог благословит всех. Акуна Матата, все будет хорошо. До свидания.